И вот сижу я с такой, с этим опухшим глазом, и не знаю, что делать. Вроде должно работать же позитивное мышление, а тут меня прям коробит сомнения, смуты, хорошо это или плохо. Найти флакон хорошее, а в хорошем еще что-то лучшее. Да, кстати. Как я вообще, в принципе, дошел до того, что решил развить себе позитивное мышление? Сразу хочу сделать здесь маленькую ремарку, то, что позитивное мышление у кого-то по умолчанию работает, и вообще никаких с этим нет проблем. Я оказался из другого лагеря, где каждая ситуация, которая со мной происходит, я ее сначала прогонял через призму негатива, и потом, если получалось, я сказал мне что-то позитивное. Ну и, соответственно, с чего это надо начинать? Это с изучения материала. Я там почитал книжки про позитивное мышление, посмотрел всякие ролики в Ютубе, что такое позитивное мышление, пообщался с людьми, пообщался с своим личным психологом. Светлана Львовна, вам привет. И что я решил? То, что в любом случае, чтобы развить себе хоть какой-то навык, для этого надо что-то делать. С чем столкнулся? Тем, что позитивное мышление, оно не работает по щелчку пальца. Самое простое, по инструкции решил действовать. Для начала надо благодарить все и всех за то, что с тобой еще, в принципе, происходит. В начале это выглядело достаточно смешно. Я выходил и благодарил день за солнце, за погоду, за разные ситуации, за людей, которые вокруг меня, за то, что можно поехать куда-то, пойти, что-то сделать. В начале было тяжело и как-то непонятно, но потом, когда ты в это постепенно вливаешься, в принципе, такой думаешь, о, круто, что, почему нет? Эта тема работает. И для себя открыл о том, что позитивное мышление, оно у тех людей, у которых оно уже есть, как-то так скажем, по умолчанию, сильно влияет воспитание, и там в каком окружении человек рос. То есть, если человека с детства воспитывали и как давали ему базу о том, что все, что с тобой происходит, в этом нет ничего плохого, и надо в этом искать позитивное, конечно, человек с этими мыслями и с этими убеждениями будет расти. А если человека воспитывают на пословице, то, что не жили хорошо и начинать не стоит, вот здесь, конечно, и возникают проблемы с мировосприятием, да, с проблемами, которые происходят именно в голове. Вообще, в целом, то, что негатив, который с нами происходит, он больше всегда надуманный и притянут нашими мыслями, нашим опытом, нашим взглядом на ту ситуацию, в которую мы попали. И как оказалось, то, что в любой ситуации всегда можно найти позитив и негатив. Я, конечно, не профи, сразу говорю, я во многих вещах даже на сегодняшний день не смогу найти позитива, но хотя я к этому стремлюсь. Хоть путь и не самый легкий, но если, как говорится, не двигаться к цели, то цель к тебе никогда не приблизится. С чем я столкнулся? На первых порах все было достаточно элементарно, но самый такой важный и проблемный момент случился, когда у меня опух глаз. Он прям реально так опух, что через день он настолько отек, что я даже его не мог открыть. И здесь вот как раз мне как бы вселенная подкинула испытание. На теперь, это тебе не выходить, говорить «благодарю за это, за то». Вот на тебе ситуацию, которую я тебе создаю, найди в ней позитив. И, естественно, я начал искать. Первое, на что я подумал, наверное, на что-то я смотрю неправильно, либо на что-то я закрываю глаза, на что-то мне, наоборот, надо открыть глаза. Но сама ситуация, она должна была быть привязана к какому-то событию, соответственно. То есть, если судить по этой логике, чтобы мне развить позитивное мышление, со мной должно случиться какое-то неприятное событие, в котором я должен найти позитивное мышление. Но это позитивное мышление не дано для чего? Для того, чтобы я взглянул вглубь себя, нашел там определенную проблему, из-за которой это случилось. То есть, получается, то, что все, что с нашим телом происходит, какие-то болячки, которые выскакивают, они происходят не из-за внешнего фактора, а из-за внутреннего фактора. Значит, внутри есть конфликт, с которым я живу. И этот конфликт надо решить. Ломая голову и перебирая кучу разных вариантов, откуда это должно было появиться и в чем есть проблема. А на тот момент я уже точно понимал, что это проблема, которую надо решить, внутреннюю проблему. Внутренний конфликт, я бы даже сказал. Я нашел в себе силы признаться в том, что я занимаюсь не тем, чем я хочу. И там, где я работаю, мне эта работа не приносит удовольствия. Наверное, каждый с этим сталкивался, особенно если ты там где-то долго работаешь, то, что работа не приносит удовольствия. И, соответственно, это влияет на твое внутреннее эмоциональное состояние. У тебя пропадает запал, тебе неохота утром вставать на работу, куда-то ехать, идти, заниматься, встречаться с людьми и так далее. Можно его назвать даже выгоранием. Но я, как сказал уже ранее, набрался смелости, в этом сам себе сознался. И какое решение я принял? А решение я принял, то, что надо менять работу. Сразу скажу то, что после этого посыпались еще больше проблемы, которые были напрямую связаны с финансами. Там прокололи колесо, надо было сходить к врачу, надо было еще что-то там купить. Скоро к нам приезжают друзья, и также надо будет с ними погулять. И вот получилось о том, что я когда признал проблему, я принял действия к тому, чтобы эту проблему изменить. И здесь на меня насыпаются еще гораздо сильнее, мощнее проблемы, с которыми надо мне побороться, пройти. Следовательно, исходя опять из всяких мотивационных штук и психологов, ища в этом позитивное русло, я понял, что ты должен для того, чтобы достичь какого-то успеха, ты должен пройти через но. Вот на сегодняшний день я как раз качусь в этот но. Я сталкиваюсь с кучей проблем, которые пытаюсь анализировать через фильтр позитива. Но к чему это придет, приведет, и где я окажусь в ближайшее время, смотрите далее. Ну а если вдруг с кем больше не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи.